Перевод текста Верховный Господь ясно говорит здесь, что в бредном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие сословия. Это очень важная мысль. Когда мы практиковать довольственное служение бхакти или кишна-коншизнение, мы не делаем никакой разъяснений между различными типами тела или мебельными условиями. Когда речь заходит о бредном служении, о сознании Кришны, то мы не проводим никаких разграничений между телом или положением. Как, например, у мужчин есть их определенная природа и у женщин есть их определенная природа. На трансцендентном уровне, уровне трансцендентной природы, нельзя говорить о том, что какая-то из этих природ выше, чем другая. Любая материальная природа, неважно, какая бы она ни была, это просто материальная обусловленность. Но предное служение выполняется на трансцендентном уровне. Который полностью свободен от целесной концепции жизни. Вот почему Господь Кришна в сегодняшнем тексте говорит, что не имеет значения, даже если человек принял более низкое рождение. Здесь приводятся какие-то примеры. Порой мужчины думают, что вот наше положение довольно хорошее, вот там упоминаются женщины, а мы не упоминаемся, значит мы более высокого класса. Мы мужчины из высокого класса, а все женщины из низкого класса. Иногда женщины могут слышать такие какие-то разговоры. acam manière не так. Иногда Это правда, согласны? Да Но в Махабхарате есть один текст, Калау-Сукта-Самбхавах, что любой человек, или даже мужчина, который рождается в Калиеву, является личностью низкого класса Шудры. Калау-Сукта-Самбхава-Сукра. Что по рождению все представители мужского пола являются Шудрами. А здесь Шудра упоминается. То есть низкий класс. Что добро пожаловать, мы все из низшего класса. Мужчины из низшего класса, женщины из низшего класса. Просто по рождению никто не является квалифицированным. Но когда дело доходит до предного служения, до сознания Кришны, только тогда мы постепенно становимся квалифицированными. Изучая науку сознания Кришны, занимаясь предным служением Бхакти, тогда мы постепенно, шаг за шагом, обретаем все большую и большую квалификацию. Такое разделение существует в рамках материалистических представлений о жизни, но тому, кто занимается трансцендентным предным служением Господу, нет для них никакого дела. Таковы в действительности отношения между преданными. Наша сущность такова, что мы являемся преданными Кришне. Все мужчины преданными Кришне, все женщины преданными Кришне. Это наша сущность, это таковы наши отношения. Каждый достоин достичь высшей цели жизни. В Шримадхвагватан 2.4.18 сказано, что даже люди самые низкой касты, которых называют чандалами с лохоедами, могут очиститься от внутря и сквера, общаясь с чистыми людьми. Мы преданными Господу. Но это же самое объяснено в другом тексте. Шатурбидаба, Джанапииман, Танаси, Кадуну, Аджима, Танаси, Кадуну, Аджима, Танаси. Это те, кто слишком бедны, они ищут богатство, они обращаются к Кришне, как эта известная история о воре. Итак, у нас есть вор, профессиональный вор. Он услышал о Кришне, что он всегда украшен разными драгоценностями. У него золотая корона. Он подумал, о, это очень здорово, я просто встречусь с Кришной. И я просто вежливо попрошу его поделиться со мной всеми этими драгоценностями. И все, я богач. Вот это был его мотив. И, конечно, с Кришной он встретился. Он был так неквалифицирован, что он много-много раз переспрашивал Кришну, а что там за деревня у тебя, Вриндава? И пока они шли туда во Вриндава, он все время забывал о Вриндаве. Он должен опять возвращаться и снова обращаться к Кришне. Как там называлась эта деревня? А, Вриндава. А, Вриндава. И он всегда забывал имя Кришны. И он все время возвращался и спрашивал, как этого мальчика звали? Кришна Шимасундара. А, точно, и он опять продолжал. Потом опять приходил, а как там называлась эта деревня? Да? Так что, чтобы не забыть уже, он решил, что пока будет идти туда, он будет всю дорогу повторять. Он так и делал. Кришна Шимасундара Вриндава. Кришна Шимасундара Вриндава. И так вот все время, едва справляясь с дыханием, Кришна Шимасундара Вриндава. И так вот он повторял все время. И уже благодаря этому он очень очистился. Но, тем не менее, он был преисполнен решимостью. Если к этой истории подойти более кратко, он вскоре встретил Кришну. А Кришна, он же всезнающий верховная личность Бога, и он знал обо всем, что происходит. И он указал ему на то, что, ты знаешь, если я свою золотую корону тебе отдам, то это очень расстроит мою мать. Но, наконец-то, Кришна, он как-то вступил в это. Он согласился и отдал ему свою корону, свое жрелье. И вот тогда подумал, ну вот, наконец это случилось, это получилось, все, надо отсюда уматывать. Но Кришна его зовет, слушай, подожди, подожди, ну что-то ты не очень разумен. А он там обхватил так эту корону, это ожрели, почему я не такой разумен. Ты даже не можешь вообразить, насколько ценна эта жемчужина, которая у меня в носу. Она называется Гаджандрамани. Она необычайно ценна. Она очень ценна. Что вот эта возможность, то есть настолько она ценна, что очень редко можно найти жемчужину внутри черепа слона. И такая жемчужина, она очень редко встречается, но если такое происходит, то она чрезвычайно ценна. И у Кришна вот такая вот жемчужина в носу. И гопи очень привлекает вид вот этой жемчужины, потому что когда Кришна вдыхает и выдыхает, то эта жемчужина очень красиво движется. И отражает вот этот красноватый оттенок носа Кришна. Очень очаровательный. И он сказал, ну хорошо, хорошо. Его звали Говардхан. Его звали Говардхан. Он сказал, ну ладно, так уж и быть, возьму у тебя вот эту жемчужину. Ну на этом хватит, ну все. Я не могу себе представить, насколько ценны мои ножны. Это такая уникальная работа вот этого ювелира. Такая ценная. Такая ценная. Ну хорошо, ладно, это будет последний. Но потом Кришна, вы видите, потому что я танцую. Мне очень нравится танцевать. Вот именно поэтому моя мама, она эти нужны колокольчики. И я не знаю, как их распутать. Но ты же мастер. Воры всегда очень опытны в том, чтобы там что-то распутать. Так что, давай, распутай. И этот вор пытался, пытался, было очень трудно. Иногда его руки срывались с этого узла и они касались стоп Кришны. И в те мгновения, когда он прикасался к стопам Кришны, все его материальные порывы полностью очищались. Хотя он, на самом деле, развязал весь этот узел, но внутренне он для себя принял четкое решение, что, нет, я все там Кришну прадхну. На самом деле, я хочу украсить, я украшу Кришну даже еще более красиво, чем было до этого. И вот, наконец, он получил от Кришны вот эти нужны колокольчики. И Кришна говорит, ну все, можешь идти. Но он не пошел. Он говорит, не пойду. Почему? Ты же можешь идти. Я же тебе все отдал. Теперь можешь идти. Нет, не пойду. Что с тобой случилось? Ты знаешь, у меня больше нет желания уходить. Я такой нескородный человек. Я совершил так много греховных действий. Кришна делал шутки с ним на сегодняшний день. Я думаю, что Кришна решил над ним пошутить немножко. Что ты говоришь? Ты вор вообще, а воры они обычно много не разговаривают. Что-то расчувствовался очень. И тогда Кришна говорит, ну смотри, ты мне все отдал. Это означает, что теперь я хозяин этого. А если я хозяин, то значит я могу принимать решение, что делать с этим. Но Кришна уже не мог это связать. Иногда Кришна наделяет природу таким разумом, что он этим разумом побеждает даже самого Кришны. И Кришна этим наслаждается. Он, конечно же, он всегда побеждает всех. Он – Верховное личие Бога. Но он наслаждается, когда Ему побеждает Ему собственные преды. Ты решишь, ты знаешь, что сказать? Это правда? Это принадлежит мне. И я решил, что я теперь все дам тебе. И Кришна говорит, ну тогда ты должен все делать быстро, потому что мне мама ждет. И он красил Кришну таким очаровательным образом. Он надел на Кришну корону и павлиния перо так прекрасно, что мама Яшода тут же заметила это. Ты знаешь, я тебя так не наряжала. Кто тебя так нарядил? А, там один мой друг. Серьезно? Он очень хороший человек. Давай-ка приглашай его сюда домой, а? Ну, мама, я бы не против, но он немножечко эксцентричный человечек. И вот примерно неделю Кришна уходил в гости к этому вору. И через неделю вор уже не мог сдерживать свои эстетические чувства. Его так переполняло, и он был так счастлив от этого общения с Господом Кришной, что его душа просто отделилась от тела. И он вернулся обратно домой к Богу. Это лишь один пример того, насколько очищающим является чистое преддное служение. Вначале у нас может быть очень много материальных мотивов. Но если мы просто продолжаем идти по пути преддного служения, тиврена, бхакти-йогена. Тиврена means with great, great determination. Тиврена, бхакти-йогена. Тиврена означает с большой решимостью. Мамча-йога, бхикшарена, бхакти-йогена, севатэ, саванансум. Without failure, we should not deviate. То есть мы не должны сходить с этого пути без отклонений. Отклонения могут случаться, но нужно тут же вставать вновь на ноги и продолжать дальше двигаться. Если мы просто продолжаем и не сходим с пути, не возникает никаких отвлеканий, то есть продолжаем просто в сознании Кришны, то, несомненно, сердце полностью очистится от всех несовершенств, всех материальных мотивов, все нечистоты, все анардхи. Тогда преданный ощущает первые признаки садхана бхакти, если он это делает правильно и стабильно. Клеща-кни. Клеща означает страдание. Клеща означает страдание. Это последствия от греховной деятельности, которая вызывается словом Папа. В результате будут страдания. Страдание означает словом Клеща. Клеща-кни означает, что преданный теперь чувствует, как все вот эти анардхи уходят. Какое облегчение. Он, наконец-то, сбрасывает с себя этот тяжелый рюкзак вот этих страданий. И он все сильнее и сильнее ощущает благоприятную атмосферу сознания Кришны. Шубхада, это означает благоприятное. Все, что он ощущает в сознании Кришны, является благоприятным. Затем он продвигается далее. Мокша-лакутахрик, то есть его более не интересует освобождение. Для преданного освобождением уже автоматически является возможность заниматься преданным служением. То есть он уже освобожден. Но такая платформа очень редка. Нет даже желания освобождения. У меня даже не важно отправлюсь в рай или в ад. Главное, чтобы я имел возможность заниматься преданным служением. Поэтому судур лава, такой уровень, достигается очень редко. И затем сандра-нандра-вишишатма, сандра-нандра-вишишатма, следующее — волевый сутки. Когда развивая нам любовь к Кришне, преданный ощущает неописуемое блаженство, проявляются трансцендентные экстатические признаки. Такие трансцендентные качества этого преданного становятся привлекательными даже для самого Кришны. Кришна является все привлекающим. Кришна привлекает всех и вся. На уровне премы даже Кришна привлекает уровень, которого достиг этот преданный. Шри Кришна ка-ши-ни шаса. Шри Кришна ка-ши-ни means Кришна becomes attracted. Вот эти слова на санскрите означают, что это привлекает даже Кришна. И слово Шри указывает на всех спутников Кришны. Не только Кришна привлекается таким преданным, но также и все спутники Кришны. И тогда они забирают этого преданного обратно домой к Богу. Они говорят, все, теперь ты наш. Таковы разные стадии сознания Кришны. И если мы не сходим с пути сознания Кришны, то несомненно мы достигнем этого уровня. Но мы должны следовать этому пути, и не сходить с этого пути. Великий Санкт-Петербург. Мы продолжаем с завтра. Великий Санкт-Петербург. Спасибо большое за лекцию. Нельзя спросить. А вот... Этого вора... Ну, он прошел целый путь Кришны, да? И он... Мне показался лично достаточно легким. И достаточно быстрым. И правильно понимаешь, что нас такого не ждет. То есть, у него особенные случаи. В этой истории об этом пути, как я понимаю, его способ к Кришне, к реализации Кришны, довольно коротким и символом. Но мне кажется, что мы не можем надеяться, что мы можем идти так легко, как этот пути. Нет, я сделал эту историю коротким и символом. Нет, на самом деле... Я сократил историю, поэтому она такая краткая. А там все не было так просто. А там все не было так просто. А там все не было так просто. So many times... I explained... I narrated a little bit. He forgot the name. Кришна, what was that? You don't have that problem. You don't have that problem. He forgot all the time. You don't have that problem. You don't have that problem. You don't have that problem. What was that mantra again? Hare Krishna. You don't have that problem. 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 It's a very, very long story. But of course, he was fortunate that he had Krishna's direct association. But we also have... Krishna is not different from his name. This is how we associate Krishna constantly in Shana Krishna's names that you also associate. See, often our devotees raise the question that how can I surrender to Krishna? That's the process. That's the process in this age of Kali. How to surrender to Krishna. And Shana Krishna's name. It doesn't matter what we think, what we feel. Sit down, Shana Krishna's name. But... No, sit down, Shana Krishna's name. That's the process. But... No. No. Sit down, Shana Krishna's name. That's the process. There's no other process. There's no other process. The process. That's the process. And we also need to take care. And we also need to take care. It's like when we take a shower. You have to be patient. Вдруг посреди принятия душа мы вдруг подумаем, что чувствуется надоело. Представьте, вы моетесь на теле, пена, грязь смешанная с пеной и выдохнуть, а что это надоело? Он тебе скажет, слушай, что с тобой? Почему ты не домоешься? Так долго, так долго и все надоело. Сколько других дел есть? Живем заняты. Заняты, что ли? Домойся, домойся душ. Чтобы очиститься от всех анатх, ну какое-то время потребуется. Но они уйдут. Постепенно, постепенно. Мы должны остаться в душе в сознании Кришна. Оставаться в душе. Оставаться в душе. Я хотел понять, насколько мы удачливы. Процесс, который мы следуем. У Антоников, Кали-югу актуально в другие эпохи тоже. Я хотел спросить о процессе Кришна-югу. Если это только для Кали-юга, или в других этапах? Нет. В любом йоге, в любом йоге, этот процесс был степен. Такой процесс был в любую йогу. Но его не признавали как йога дхарма. Потому что у людей были другие склонности. Они были очень сильно привязаны к определенной йога дхарме той эпохи. И они также знали, что в ту определенную эпоху существует такой-то и такой-то способ сознания. Сатя-юга, например. Люди были очень привязаны к выполнению процесса мистической йоги. Даже сейчас, вы видите, что так много людей, в любом йоге, которые любят делать йогу, какие-то гимнастические йоги. Каким-то вражением йоги, медитации, гимнастики. Если вы посетите клуб йоги, они очень привязаны к практике йоги. Им кажется, что это слишком простая деятельность. Просто возгласили Кришне. И вот, соответственным образом, каждую йогу, в соответствии с той атмосферой, которая тогда была, и с полностями людей, они предпочитали тот или иной процесс. А в остальном, вот этот процесс воспевания с твих имен Кришны всегда доступен. И в Кали-юга, мы не обладаем какой-либо квалификацией, которая потребовалась бы для того, чтобы следовать какой-либо из харм других йог. У нас нет времени достаточно. У нас нет терпения. У нас нет талантов. Поэтому для нас очень практично и легко просто повторять Харай Кришны. Но это совсем не означает, что воспевание Харай Кришны является чем-то более низкого качества. Как раз благодаря воспеванию Харай Кришны мы можем достичь тех же самых совершенств, которые достигали практиками других богов. И более того, не только это, но также наивысшее духовное совершенство – это особая милость. Харай Кришны – это особая милость Хришны. Он нам дал наиболее простой способ, но и в то же самое время наиболее эффективный и наивысший процесс. Удивительно. Удивительно. Это, например, дышать. Настолько простой процесс, что мы даже не задумываемся об этом. И одновременно дыхание в нашей жизни очень важно. Если вы уходите в какой-то ситуации, где невозможно дышать, будьте готовы дать любые деньги, только чтобы можно было дышать. Созрадно. И, да, это очень простой процесс. Хотя, сам по себе процесс очень простой. Я думаю, это может остановиться. Немножечко попоем. А то мы только говорим, говорим о воспевании, а сами не делаем. Мы продолжаем. Харай Кришна. Спасибо вам.